Саша, скажи, пусть уберут эхо, невозможно. Саша, скажи, это алгоритм. 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 Я не буду особенно объяснять, что такое алгоритм, тем более, что это не так уже легко объяснить. Саша, скажи, это алгоритм. Мне почему-то кажется, что те, которые говорят об алгоритмах, не слишком обращают внимание на то, что алгоритм требует исполнитель. То есть алгоритм. Термин алгоритм принято использовать по крайней мере в двух смыслах. Именно текст алгоритма. Или исполняемый алгоритм или работающий алгоритм. То есть был смысл это либо текст, либо исполняемый, либо собственный алгоритм, либо исполняемый алгоритм. Например, алгоритм Аклида знаменитый. Это просто текст. Исполняемый же алгоритм Аклида требует исполнителя. Живого человека или неживого калькулярта. Исполняемый алгоритм исполняется исполнителем. Сам исполнитель, в свою очередь, может представлять собой также исполняемый алгоритм. И так до последнего или первого исполнителя. Это можно представить себе как последовательность вложенных исполняемых алгоритмов. В которые вложенные исполняемые алгоритмы являются исполнителем объемлющего исполняемого алгоритма. На самом нижнем уровне находится время. Саша, подожди. Я уже на самом деле терял. Я правильно понимаю, что вот эти два аспекта, это алгоритм как некоторая инструкция. Да, конечно. И алгоритм как некоторый процесс, который в процессе исполнения этот процесс может вести либо компьютер, либо человек. Я правильно понимаю? Конечно, конечно. Когда ты говоришь, что кажется, что нужно исполнять условия, я говорю просто исполняемый алгоритм. Нет, в чем разница между этими словами? Я правильно описывал правильно? Конечно, конечно. Теперь твоя иерархия от меня ушла. Я не понимаю. Можно, друзья, в умноженных исполняемых алгоритм. Но исполняемый алгоритм, мне трудно подобрать другое слово. Чем это отличается от поступного антического инструкции? Императивное поливительное наклонение и излюбительное наклонение. Есть приказ. Есть исполнение. Ну... Иногда исполнение, может быть, приказается еще по следующей инстанции. Вот и все. Я не совсем это имею в виду. Ну, хорошо. Можно дальше это станет понятно. Это не обязательно так. Алгоритм это... Трудно определять формально. Алгоритм это, грубо говоря, набор проявлений, на котором следует исполнить. Но это не обязательно так. Потому что... Ну, давайте я приведу пример. Есть еще такая разница. Ну, скажем... Есть такие два типа алгоритмов. Один из них называется аналоговый алгоритм. Другой дегитальный алгоритм. Да. Ну, если есть вопросы... Да. Но на самом деле... На самом деле всякие дегитальные алгоритмы все равно сводятся в концептах с аналоговым алгоритмом. Потому что аналоговый алгоритм имеет дело с непрерывным процессом. Это непрерывный процесс. А дегитальный дискретно. Это дискретно процессов в физическом времени. Так как мы его сегодня понимаем, не бывает. Мы в физическом времени рассматриваем формально, как непрерывно. Но мне это не так важно. Посмотрите, я попытаюсь привести пример алгоритма. Простого. Посмотрим на механические часы. Просто механические часы. Тривиальные часы. Которые начинаются с пружинки. Которую я завожу ключом просто. То есть пружинка до начала работы этих самых часов находится в сжатом состоянии. И вот эта пружинка, к ней прикреплено, скажем, колесико. К которому предположим там 60 зубчиков. Для того, чтобы кроме того, должно быть еще некоторый балансир. Или маятник, который укачается, скажем, с 4,1 Гц. Для того, чтобы к нему приделан, скажем, какой-то запорный специально останавливающий. Амкер. 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 Да, да, да. Вот это шутка, которая вот так подключается. Да, да, да. Такая пружинка вместе с этим маятник, вместе с этим термоманкером, заставляет основную на колесу крутиться, скажем, сдвигаться на один углубчик. Частотой 1,60 Гц. Грубо говоря, я к этому самому колесику, к этому самому зубчатому колесу из 60 лупчиков приставляю секундную стрелку и делаю ее на циферблат. Вот у меня получился алгоритм. Правда? Точнее говорю, у меня получился работающий алгоритм. Или исполняемый алгоритм. Я пытаюсь утверждать, что всякий исполняемый алгоритм состоит из двух частей. Естественно, частей. Одна часть – это текст этого алгоритма, а другая часть – это исполнители этого алгоритма. Это простая вроде бы вещь. Хотя, если посмотреть на эти самые часы, которые я привел в качестве примера, где здесь алгоритм, а где исполнители? Если попытаться указать на него, я не буду вас спрашивать. То есть, если бы у нас было больше времени, я бы спрашивал, потому что, я не знаю, приходило ли в голову кому-нибудь об этом задумываться. Но мне кажется, это такими естественными вещами. Здесь нет текста никакого. Правда ведь? Вот в этих самых часах. Однако, присутствует алгоритм. И этот алгоритм, несомненно, исполняется, как только я вытащу этот самый ключ и разрешу пружинки разжиматься. Здесь, на самом деле, нет текста… Конечно. Да, это я к тому, что алгоритм текста алгоритма – это необязательно текста. Так вот, в данном случае, я попытаюсь сказать так. Предположим, что… Можно считать так. Что алгоритм, он является здесь. Пружинка, к которой прикреплено зубчатый колесо, к которому прикреплена секундная стрелка – это есть алгоритм. А исполнитель его – это сжатая пружинка, которая заставляет этот алгоритм работать. Правда? Я мог бы так сказать. Но это не точно. Потому что, если я посмотрю внимательнее на этот пример, то кажется, что пружинка не сама по себе разжимается, а ввиду собственной упругости. Ее заставляет разжиматься, эту пружинку, с силой пругости. Правда ведь? А поэтому, я должен был бы сказать, отнести эту пружинку тоже в алгоритм. А силу… Пругости. А силу упругости… Чего? Сейчас, сейчас громко говори. Что я тихо говорю? Что я тихо говорю? Ну ладно. Саш, ну давай дальше. Невозможно. Ну, с другой стороны, здесь есть… Ну, с другой стороны, здесь есть… Ну что я с тобой понимаю? Елочка. Елочка. Завтра расскажите. Елочка. Завтра расскажите. Елочка. Ещё один есть участник, но я не знаю… Ну хорошо. Понимаете, что я пытаюсь сказать? Я могу считать исполнителем не пружины, а силу упругости. Ну правда ведь? А тогда пружину я отнесу к алгоритму. Когда у меня исполнитель – это сила упругости, а алгоритм – это всё остальное. Это выражено не в тексте, а это выражено в некотором аналоговом устройстве. Записанном в этом самом устройстве. Зачем я это говорю? Затем, чтобы сказать, например, что человеческий организм – это тоже алгоритм, но, точнее говоря, это система, состоящая из множества алгоритмов. Если посмотреть, скажем, на одну клетку, из которой я состою из множества клеток, то каждая клетка, из которой я состою, является сложнейшим алгоритмом. Каждая клетка даже представляет собой систему алгоритмов. Так вот, дальше. Если я вернусь к этим самым часам, простым, о которых я сказал, то, если ещё внимательнее посмотреть, то окажется, что и сила упругости не является исполнителем, так сказать, конечным. Есть ещё нечто, что заставляет сила упругости разжимать кружинку. Потому что ведь сама по себе сила упругости ничего не делает. Правда ведь? А когда она что-нибудь делает? Посмотрите, сила упругости регулируется законом ГУКа. Закон ГУКа – это просто. Сила упругости равно коэффициент упругости помножить на смещение вот этой самой сжатии или там растяжение пружины, на дельта икс, грубо говоря. В самой по себе этой формуле нет никакого движения. А пружинка, а исполнитель должен заставить стрелку двигаться. Вы слышите меня? Да. Я не в смысле слышать, а в смысле, понимаете, что я говорю. Я ищу исполнителя. Я ищу, так сказать, конечного исполнителя. Потому что здесь я думаю… Не конечного, а абсолютного. Ну, пожалуйста, абсолютного. В арестовательском смысле это, похоже, должно быть на так называемое перводвигательство. Может быть, это даже почти, практически одно и то же. Потому что двигатель – это тот, который запускает движение или причиняет движение. А движение – это, так сказать, частный случай изменения. А изменение и время – это одно и то же. Я хочу сказать, что закон Лука может причинить изменение длины… Разжатие пружинки может причинить движение, только если вы к нему присоедините еще второй закон Ньютона. Правда? Потому что второй закон Ньютона как раз уже связывает движение с силой. Да? Поставьте во второй закон Ньютона в качестве силы, эту самую силу, соответствующую закону Лука. Поделите ее на массу, какую-нибудь на массу. И вы получите ускорение, которое у вас… А что такое ускорение? Это смещение в единицу времени. Я клоню к тому, что конечный исполнитель всех алгоритмов – это время. А каково? Я не очень понимаю это, потому что исполнитель должен слушать команды. Почему слушать? Разве в механических часах кто-нибудь слушает команды? Да, конечно. Кто? Дворника, который… сторожа, который освободил пружину, чтобы она там встала. Нет. Дворник, который освободил пружину, ни в коем случае не является исполнительным. Или еще как являетесь. Ну хорошо. Представьте себе такую длинную пружину, которая была заведена еще в вечности. Тогда про дворника мы уже давным-давно забыли. Она все равно разжимается и разжимается. Но никакого алгоритма здесь нет. Как это нет? Я не понимаю, как можно алгоритмом называть то, что происходит. Я не могу называть движение Луны вокруг Земли алгоритмом. Но Вы сравниваете движение Луны вокруг Земли и механические часы? Абсолютно спокойно сравниваю. Вы знаете правы, конечно. Ну хорошо. Давайте. Давайте тогда не будем. Я всего лишь... Зачем я это говорил? Это исключение к красоты. Потому что в этом месте я могу соскаться на книгу Куэль. Книгу Куэль, в которой есть знаменитая песня «Времен», которую Миша Уксеналов, она начинается со слов «Лаколь Зман». Что означает фраза «Лаколь Зман»? Я пытаюсь сейчас утверждать без объяснения особенно, что «Лаколь Зман» означает ровно то, что я буду сейчас сказать. Что Зман – это конечный терминальный исполнитель, похожий на перводвигатель, исполнитель всех алгоритмов. Это всё. Это только для красоты. Конечно, Зман, который используется в Танахе – это не то физическое время, которое, скажем, имеет место в втором этапе Ньютона, или там в планетовой физике. Потому что физическое время мы представляем себе сегодня не совсем так. Как минимум, оно непрерывно. И, значит, как минимум, время тронахическое дискретно. Это означает, что Зман – это не непрерывная ось времени, а это моменты времени, между которыми, между каковыми моментами, не происходит вообще ничего. Когда он говорит «Лаколь Зман», а дальше он продолжает, «В «Эт лэхоль хэфет стахат ошамайм», «Эт» и «Зманы» – это практически синонимы. Все словари «Эт» ссылаются на «Зман», «Зман» ссылаются на «Эт». Так или иначе, это моменты времени, а не непрерывное время. Ну, это уже далеко принять. И дальше что? Это понятно. В этом смысле ничего, кроме того, что я сказал, что «Зман» на этой самой формуле «Эт лаколе» «Зман», я когда сшифровываю или интерпретирую это утверждение, что «Зман» – время есть терминальный первый, самый первый исполнитель любого алгоритма. Это любого алгоритма звучит мне какой-то ловушкой, и тут можно спрятаться. Хорошо, хорошо. Смотрите. Это не определение. Что? Я говорил, определение понятий очень важны. Вот, чтобы интерпретировать время как то, что придется алгоритм. Это, вообще, элемент алгоритма? Очень функция? Время как-то не алгоритма? Ну, допустим, есть несколько уходов, который придумывает алгоритм, и в нём, соответственно, время является одним из параметров, которые мы будем использовать алгоритм. Время не может быть параметром алгоритма. Алгоритм исполняется по времени, поэтому это не параметр. Время не может быть параметром алгоритма. Вы сказали раз в секунду. Время не может быть параметром алгоритма. Да, конечно. Ну, хорошо. Я не хотел бы на этом останавливаться. Я сейчас перейду к... Время не может быть параметром алгоритма. Определить точно, что такое алгоритм трудно. Она мне оказалась, что у меня интуитивный метр, и вообще, все понимают, что это такое. Уже... Уже... Больше ста лет назад, я не понял, что... Ну, ты видишь, что мне это понять, что это не так? Ну, алгоритм, все-таки, это не совсем основной. Но... Я думаю, что она подойдется. Ну, пожалуйста. Сейчас я перейду уже к танохическому рассуждению. А... Еврейским космогоническим мифом. Это первые три главы в том. И... Следующий... Следующий пункт у меня называется так. Алгоритм и Исполнитель в космогоническом мифе. Сейчас я буду на них указывать. Пытаюсь указать на них первых два главы в том. Ну, в описании, пожалуйста. Я... 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 Я говорю, наверное. Ну, то, что... Твоё... Алгоритм, как я сейчас... Я считаю, что... Моя... Микроописание работающего прибора. Нет. Да? То, что ты говоришь про часы... Это не описание работающего... Или... 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 Ну, правильно это значит, что ты описываешь, как его создать. Как... Твоё... Алёсечки эти самые... Какой работой? Какой работой творение. Такой работой творение. Ну, сейчас. Я сейчас тебе буду ещё один пример. Агритм. Он только жесткий. Ну, хорошо. Это... Ну, это не будет... Я напомню вам, что Исполнитель в космогоническом мифе это нераборождающий. И это... По слову мир, так и слово текст, я понимаю в любом свой спектре. Самым шагом. Ну, значит... Исполнитель в космогонический миф состоит из двух рассказов. Это невероятно. Первый из двух рассказов происходит по первому из двух Адамня, который, в отличие от второго Адама, то есть Адама второго рассказа, и здесь я перечисляю, чем он не является. Он не является живым, в отличие от живых тварей первого рассказа. Он не является живым. Он не является живым от Адама второго рассказа, который рассказывает, что он на еда является. И так он не является живым. Далее. Он не говорит, не видит, не действует. Ну, и не кушает, можно еще сказать. То есть не действует. Я хочу сказать... Голем, голем, да? Нет. Нет. Его вообще не существует. А кто-нибудь там существует в первом рассказе? В первом рассказе меня интересует человек. Это интересно правду. Вполне. Что это? Интересно правду, да. Но я говорю о человеке. Время не тихает в ваших любимых персоналах. В первом рассказе нет времени. В первом рассказе времени нет. Во втором рассказе время есть. Я, конечно, начинаю. Очень хорошо. Ну, подождите. Это вы мне возражаете или наоборот? Нет. Пока понятно. Дальше давай. Приходят рабочие сцены, устанавливают декорации. Я согласен. А вы говорите, что когда гамма почти не застрелится. Подождите. Влад, мне нравится то, что вы говорите. Я, правда, больше люблю первый рассказ изображать, мне как стану по декорации, а как рисование картин. Пожалуйста. На здоровье. И эта картина рисуется божественной художникой. Их шесть дней соответствует в метафорическом смысле, скажем, шести слагерам. Хорошо. В этом смысле я хочу сказать. Я перечислил, чем является этот самый Адам первого рассказа. И дальше подытоживаю. Поэтому, говорили, первый Адам есть текст алгоритма первый Адам. То есть, это стихи Берешит, 1, 27, с 27-го стиха по 30. Почему не с 26-го? Я сказал, с 27-го. А почему не с 26-го? Сделаем, что это 26-й стих? Ну, вот так. Для меня 26-й стих и 27-й стих, это два разных мира. Для меня. Потому что в 26-м стихе написано, давайте мы с вами, там не поймешь с кем. Давайте не будем там возвращаться к нашему конфликту на эту тему. Тем не менее. Да я в чем был? Нет. Как это? А кто мне сейчас спросил, почему не с 26-го стиха, а с 27-го? Я говорю, 26-й стих это другой мир, слушай. 26-й стих. 26-й стих. Миша говорил о божественной цели. Так вот, 26-й стих, это приглашение, божественное приглашение к рассмотрению божественной цели. Это 26-й стих. Я говорю немножко на другом языке. А я всех принял, что я говорю на другом языке. Да, да, да. Вы считаете это... Да, да, я считаю. Я считаю. Ну, вы же не хотите, чтобы я сейчас уехал? А поэтому я говорю, нет, не с 27-го. Потому что в 27-м стихе появляется Адам. Он создается. В 26-м стихе никто не создается. В 26-м стихе создается он только в 27-м. Правда? Да, это уж вы не можете не создать. Мне кажется, что алгоритм включает инструкцию создаться. Подождите, инструкцию я сейчас перечислю. Хорошо. Так. Значит, итак, еще раз. Первая Адама. Есть текст, то есть, есть текст алгоритма в кавычках. Первая Адама. Существующего в двух базовых конфигурациях. Да именно мужчина и женщина. Понятно, они отличаются друг от друга только параметром. Секс равно мужской или женской. И включающего в себя элементы. Сейчас я перечислю некоторые элементы вот этого самого алгоритма. Они общеизвестны. Во-первых, божественные образы подобия. Это не божественные образы подобия из 26-го стиха. Это из 27-го стиха. Там написано. Вот я про вот это говорю, а не про 26-го стиха. То есть, в 27-го стихе это никакого секса нет. Нет. Да неужели? Да неужели? Да неужели? Да неужели? Просто помню. А можно это допрашивать? Да ну это в борту. Чего больше? Про приемки Кера Минара, который строчкой-строчкой аккуратно написал в том тех пор. А, ну да. Сейчас, сейчас. Сейчас такая большая разница. Это образа в 26-го и 27-го. Но я не говорю про 26-й. Я говорю про 26-й и 24-й. А что же ты говоришь? Вы говорите, 27-й совсем другой образ и подобие. Я не сказал другое. Я сказал, я 26-й не читаю. Нет. Забудем. Все, я забыл про него. 27-й у меня есть образ и подобие. Хорошо. Не совсем так. Это вы называете образ. Да. Потому что подобие-то я сейчас отложил. Окей. А в 27-м стихе там компонент. Говорит. 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 Захара Накива. Говорит. Вот тебе, вот тебе, мужчина и женщина. Это правильно. Поэтому я и говорю, что Захара Накива это просто конфигурация, конфигурационные параметры одного и того же алгоритма. Мужчина и женщина первого рассказа. Это просто разные экземпляры Адама. Захара Накива, он сделал научный эффект? Дух. Написано Бара-Отам, а не Бара-Ото. Двух. Двух. Это не ко мне. Это я не поэт. Дальше. Дальше. Я же объявил. В какие спины? Я говорю, что это алгоритм просто. Это описание. Так вот. Итак. Я описываю еще раз элементы алгоритма. Божественные образы подобия. Дальше. Способность плодиться и размножаться. Не буду пояснять, что это такое. Третье. Стремление к власти. Это все вещи, которые являются просто элементами алгоритма. Дальше. Наконец. Возможность восполнять затраты энергии. То есть кушать. Зелень. И наконец. Знание о том, что энергетические ресурсы должны быть использованы совместно с живыми тварями. Это тоже очень важно. То, что ты сейчас перечислил первый, второй, третий. Это некоторые как бы... Чертвертая, пятая. Да. Это не все такие регулирования, это требования. Это не требования. Я просто с вами изложил текст тоже. Все последнее я помню. Как это последнее? А что последнее? Последнее? Я не понял, что значит, вместе с живыми тварями. Да, эти мне скорее тексты. Ну, вы его помните наизусть. Что там написано? Воевариху там, воемырла. Не-не-не. Это 20. Я сказал, дал вам тысячу банку, а все. Каждому дал свою тысячу. Я думаю, что сейчас... Это 30-го. Я объясню. Я объясню. В 30-м сухер написано так. Махулька, я... Что-то в этом роде... Этим плоды, а тем траву, ну. Да нет. Там написано. Ну, давайте... Я не могу... Яш, я не могу это представить. Не надо же... Я радужен первую главу 29-30-ю стеснял. Я там не понимаю, как это... Ну, сейчас я могу... Да. 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 Где тут связь между их питаниями, я не понял. То есть как? 30-й сезон просто продолжение 29-го. И что? Что он говорит? В смысле? Что он говорит 30-й сезон? Он в этот алгоритм, который называется первый человек, первый адам, он вкладывает знание. То есть алгоритм будет знать о том, что ресурс энергетический, то есть зелень, является разделяемым, общим между человеком и живыми тварями. Это нетривиальное знание. Вы будете соревноваться за этот ресурс. Этого я не понял. Чего вы будете убивать? Я не понял, что это ресурс. Ограничен. Откуда вы знаете, что он неограничен? Умолчание. А зачем мне тогда... Зачем тогда человеку сообщается о том, что животные тоже будут кушать? Это не человеку сообщается. А кому? А в алгоритм закладывается. Читайте. Ага. Пожалуйста. А человеку. Читайте. 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 Это не только инструкция, там уже появился. Даша, скажи мне, а искусственный интеллект у тебя с каким, Адамом, связанным? Это создание алгоритмов для человека. Не надо рассказать. Ну подождите, я не брал по своим, посмотрите. Нет, никакого права абсолютно. Потому что эта игра, он реально на одном из слоев. Это, конечно, не полнокровное создание. Вы мне не разрешаете два рассказа о человеке. Первое называть алгоритм, а второе. Вы называете хоть горшком. Я не понимаю, как это может быть, что он сделал ему по образу и подобию, а на самом деле он его не сделал. Что такое алгоритм, Аркаш? Есть ли это текст? А это у нас текст. Это начинается жонгирование слова. Да, конечно. Анализовый это всегда жонгирование. Он какой-то этап реализации осуществил. Ну да, записал алгоритм. Алгоритм записал. Это часть алгоритм, очень важно. Записал алгоритм. Да, да, да. Конечно. Анализовый, ходите, ознакомьтесь с вашей алгоритм. Записал алгоритм. Записал алгоритм. Он сотворил этого текста. Все, первый текст сделан. Послушайте. Мегре сделан или это текст? Стоит памятник комиссару Мегре. Он стоит или не стоит? Или это алгоритм один? Стоит. Вот я даму тоже тут есть. Сотворил его и привет. Нет. Нет. У нас... Я вам запрещаю называть это... Ну хорошо, пошли. Ну хорошо, и так я объявил все-таки, что да, я объявил, что первый раз раз в альтамбуре в эту сторону, он не слышит. Понятно? Это не должен нам напоминать, каждую минуту умножающих секунд, и должны смеяться. Как это здесь? Радом отсюда. Радом отсюда. Да, но давай... Так мне же не дают мне вообще за счет. Ну не должны смеяться, докладывая, достаю понимать. Ну хорошо, ладно. Так вот я раз... Вот я скажу. Не хотите, чтобы я сначала... Это угрозы сын, да? Это угрозы сын, но я могу сдать, если у нас в альтамбуре понятие алгоритма усвоить. Ну хорошо, я же не... Про алгоритм я уже ничего не говорю. Это так, он расчался. Первый раз стоит. Значит, все хорошо. Хорошо, у нас расхождение в терминах, я потерпу. Хорошо, потерпите. Как-то можно потерпеть, когда ничего не понятно. А что не понятно? Ничего. Не правда, что ничего. Кое-что понятно. Я повторяю свой вопрос. Елочка-то там еще? Елочка... Нет, Елочка здесь. Я, конечно, здесь, но они тебе не дают говорить. Они хотят понять посередине. Сейчас, минуточку. Я все понимаю. Нет, я ничего не понимаю. Я не понимаю, как это можно создать человека по образу и подобию, не создавая его. Это очень просто. Да. Так же, как творец, не дает... Вы не хотите, как творец. Вы не хотите, как творец, и вы не хотите. Ну, что ж такое? А зачем он, блядь, зачем он, автор нашему телу? Зачем он разделирует по образцам? То есть, вы можете отвечать, как хотите. Вы и мне позволите отвечать. Ну, попу, я послушаю внимательно. Давай, я отвечаю. Затем, чтобы показать, что вот этот самый... А там тот человек, уже интегрированный, этот человек состоит структурно, состоит из двух частей, которые надо было соединять. Хорошо, я потерплю эти терминологии. Продолжайте. Я даже укажу вам, покажу вам тот момент, в который эти два актамо соединяются. Продолжайте. Только не говорите, что это алгоритм. Почему? Это соединяя алгоритм на исполнитель. Только доведите это понимание дальше. Хорошо. А некоторые считают, что очень смешно. Это потеха, это просто потеха. Теперь, говорю, я описал эту самую алгоритму. Теперь текст алгоритма первая там, в крючке, ждет своего исполнителя. Именно второго. Вы могли догадаться. Второй рассказ. Второй рассказ повествует о живом втором адаме на фишку. Предназначенном для исполнения алгоритма первого. Понятно, что это и будет их интеграция. Исполнитель, который исполняет алгоритм, это уже они интегрированы друг в друг. Ну, хорошо. Завершается второй рассказ. Я уже дошел сразу до интеграции. Завершается второй рассказ интеграции первого и второго адамов непосредственно перед изгнанием их из стада наслаждения. А именно в словах, вот здесь я указываю эту самую точку. Сделал Господь Бог Адаму и жене его кожаные одежды и одел их. Кожаные одежды – это и есть алгоритм первый Адам, кавычка, который или которого Бог надевает на живого исполнителя. То есть, на второго адамов. Что до этого? До того, как написано «сделал кожаные одежды и одел их». То ли одежда, которую на них надел, то ли их, то ли мужчину и женщину одежда. До этого речь идет только о втором адаме. То есть, у вас получается что-то... Яш, это великолепный вопрос. Разумеется, второй адам является тоже исполнителем, в котором есть встроенный алгоритм. Разумеется, это то, что я... Конечно. Это то, что я пытался сказать в кошмарной фразе, что можно представить себе вложенный исполняемый алгоритм. Ну, я попытаюсь. Ну, просто текст. Что значит иерархия между ними? Это примерно так же, как говорить. Если пружинка – это исполнителем алгоритма, который называется механические часы, то где иерархия между пружинком и пружинком и остальным механизмом? Я не понимаю вопроса. Ну, вот, скажем так. Про второго адама написано так. Вот это «ле нефиш хая» – это такой довольно странный оборот. Потому что можно было бы написать... Ну, это грамматический, грамматический, грамматический момент. «Ле нефиш хая» – я перевожу это как «бог». «И стал вот этот вот самый глиняный человек душой в качестве души живой для...» Вот это самое... Я так понимаю, вот этот предлог «ле нефиш хая». Можно было бы написать просто «Вайгила Адам нефиш хая». Можно было бы так написать. «И это не совсем так, потому что нефиш хая» у меня используется тоже. Я знаю, что такое нефиш хая. Например, у меня в первом раз появляется нефиш хая, про который не сказано ничего. Ничего просто. А поэтому он стал в качестве «нефиш хая». Качестве вот той самой, которая там купила. Это правильно, правильно. Он стал животным. Он стал в качестве животного для алгоритма первой адресы. Там было запланировано, но не получилось. И теперь он заступил на эту долгу. Ой, вы меня путаете. Что не получилось там? Там не получилось нефиш хая. Не вышло. Это ваше понимание. Я не так понимаю. Нефиш хая это же, это парень живых. Это «Вайширцу гамаем шеребц нафиш хая». Какое отношение это имеет к человеку? Это рыбное, рыбное. Не хватило у земли пороха. Какая земля «Вайширцу гамаем шеребц нафиш хая». Какая тут земля? Что получилось там? Получилось. Нет, там не другую местность. Ватоцы, ватоцы. Айома, ватоцы. Оставьте меня с этим ваше понимание. Влад, у этого нашего текста, он до такой степени значимый, что у него нет одного понимания. Да, конечно. А поэтому не надо, а вы мне пытаетесь навязать ваше понимание. Я же не говорю, что ваше понимание неправильное. Я говорю, что легко понять, что нефиш хая во втором рассказе, это нефиш хая в первом, но не нужно именно для отправки туда. Мне кажется, что это... Да нет, если понимать так, как я пойду, он будет понимать. И стал Адам в качестве нефиш хая для... А для кого он не написан, я должен указать, для кого он стал нефиш хая. Он стал нефиш хая для первого Адама. Как это получается? Ну, как это получается? Он в шалочках получается. Он, да, он... Они только в нефиш хая для этого. Он в роли нефиш хая для себя. И чему вы его всугуете туда? Почему у вас первая Адам шкура, а не пружина внутренняя? Пружина это... Если говорить про пружину и остального механизма, то пружина это второй человек. Элочка спрашивает. Это искусство интереса. Какие интересы? Да. А тут главное... У меня главное тупет, а скажите. Перекладить хочешь через всех? Элочка, не ты завтра будешь? Почему ты меня смотришь? А куда мне сюда? Да, я сюда. Элочка, не ты завтра. Да. Парада. Который... Который... Несомненно. Несомненно. Который найдет? Пусть вот два уже нет. Я бы сказал, не раз нечего. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, как вы примете. Я должен в оправдании Сашиного варианта сказать, что это довольно любопытно. То есть в первом рассказе приготовлены маски безжизненные. Во втором начинаются, в общем, реальные исполнители. И под конец этого второго рассказа на них надеваются маски. Что-то в таком уродском понимании есть. Можно продолжать. Они вложены. Внутри сидят. Надежда являются... Второй вложен в первый. Великолепный вопрос. Алгоритмы и исполнители. Кто в кого вложен? Ты мне ответишь на этот вопрос? Не падай. Не падай. Какая эффект света? Какая эффект света? Какая эффект света? Какая эффект света? А что такое света? Давайте я скажу, что такое света. Значит, когда интегрированы будут первые человека с вторым, как он будет выглядеть? Как первый человек или как второй? Очевидно, что он будет выглядеть как второй человек. Но вести себя будет как первый. Это наоборот. Почему? Ведь алгоритм определяет то, как он будет себя вести этот исполнитель. Хорошо. Ну, это правило поведения. Правило поведения. Правило поведения. Не вводил на трех случаях. Ага. Есть товарищ. У меня есть организационные два вопроса, которые подслушивали. Один вопрос пришел от Натана, который спрашивает, если у нас какой-то дизлайн. Учитывая то, что у нас... У меня нет. Нет, у нас есть, учитывая то, что она раба, и у нас ЗАГС общен, чтобы помолиться. Да пожалуйста, я же еще раз. У меня нет дизлайна, если у вас есть, подбивите его только. Мы же сказали час. Час кончился? Нет, не кончился. Хорошо. Нет, Саша начал в часы. Ну, он не нашел сейчас весь. Да, да, я не знаю. Давайте остановлюсь. Нет, подожди, 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 подожди. Это был первый вопрос. Второй вопрос от Натана слушается. Я ничего личного, ничего от себя, я просто читаю то, что она... Да, 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 да. Она написала так. Не морочь голову. Как ты заявил свой рассказ? Как я заявил свой рассказ? Да. Я просто прочитал... А, это вопрос? Это то, что Натана написала, видимо, тебе. Ну, как я заявил свой рассказ? Я же говорю, что я по дороге перебыл. Я сначала посвящен исполнителям и живые организмы, и даже собирался говорить про искусственный интеллект. Но по дороге перебыл и... Я же считаю, что правильно было бы переходить через эти непонятные вещи, которые ты сейчас читаешь. Мы с тобой говорим, что это настолько на разных вопросах, что это нужно очень много времени, чтобы как-то испорядочить наше понимание. Дайдем дальше, дальше развитие твоего... Ты же там что-то очень много чего хотел сказать. Давай, скажи. Ну, где еще много меня не успею? Может, я не сразу говорю? Нет, я знаю. Нет, просто, если ты на будущем, да... Ну, хорошо, ладно. Я сказал, как поженой девушке. Яш, ну, можно пригласить? Хорошо, хорошо. Он поможет говорить про следы. Чего? Яша рассказывает про существо. Я... Я... Сам... Смотрите, если... Если нефишхая, с словом нефишхая, обозначается животное первого... Как это не называется? Ну, и нефишхая тоже вынесут. Если это животное дело, то, скажем, человек в таком случае, по отношению к этому слову, без этого алгоритма, он животное ест. А договорящий... У нас еще договорящий животное. Нет другого горящего животного. Есть, нахуй. Сказки. Сказки вы ничего не говорили? Да. Если бы он был говорящим, он бы не потерял голову. Еще не считайте, что это не было. Нет, ну хорошо. Был бы он говорящим, он бы все время говорил. Ах. Так его же заткнули. Нет, его не заткнули. Хорошо. Он потерял голову. Пускай, пускай, длинный человек единственный говорящий персонаж. Он, несомненно, говорит. Правда? Несомненно. Даже еще и не жена его говорит. Не все так говорят. Не всегда по делу, но говорит. Говорят, говорят. Жена, не всегда по делу говорит. Ну, не важно, но говорит. И что? Я хотел сказать только, что это животные. Такие же, как Метешка, я в первой главе. Нет, ну, про первую главу. Что такое Метешка? Это некоторый алгоритм, исполнитель со встроенным алгоритмом. Всякий исполнитель несет в себе алгоритм, естественно. Ну, например, компьютерная аппликация. Это алгоритм. Что такое исполнитель компьютерной аппликации? Компьютер, разумеется. Но у компьютера, несомненно, есть внутренний встроенный в него алгоритм. Или масса алгоритмов. Система алгоритмов. Так понятно? Ну, Хруст, а мне кажется, у вас никогда время не осталось? Ну, хорошо, да. Ладно. Ну, так. Так, я сказал про соединение этих самых. Так. Ну, про кожную одежду можно добавить? Кожную одежду. Очень интересно. Что добавить? Добавить, что там не... Я сказал, что это алгоритм первый Адам, который надевается на второго Адама. Ну, точнее говоря, это два экземпляра. То есть, первый мужчина. Ну, или так, это лучше для точности. Это красота этого странного подхода. Мужчины и женщины. Ты считаешь, что первый Адам, который надевается на втором Адаме. То есть, ты считаешь, что... Второй Адам одевается в кожной одежде. Это очень требует разношения. Кожная одежда. Кожная одежда. Кожная одежда. Есть... Дальше я говорю. Мифологическое определение живого. У меня, на самом деле, нет никакого мифологического определения живого. То есть, в Торе, которая не определяет живое существо. Она просто использует термин. Хая. Хая-то-саде. Хая-да-хара. Нефиш-хая наконец. Конечно. Нефиш-хая это живое существо. Разумеется. И больше нет ничего. Нет. Ну, что такое хая? Что такое живое существо? Это не ясно. Пожалуйста, скажите первичные понятия. Но я сейчас хотел сказать вот что. Вернусь теперь чуть-чуть к алгоритму. К алгоритму исполните. Я спрашиваю. Я спросил с самого начала. А может ли алгоритм быть живым? Я спросил, может ли компьютер быть живым? Ну, компьютер это частный случай работающего алгоритма. Может ли алгоритм быть живой? Ну, разумеется, работающий алгоритм быть живым. Ну, ответ. Ответ. Конечно, может, потому что нет. Например, это скажу. Правильно, правильно, то есть, я просто формулирую твое правило, что такое живой работающий алгоритм. Работающий алгоритм является живым тогда и только тогда, когда его исполнитель живет. Разумеется, это, так сказать, рекурсивное определение, но не рекурсивное, это не определяет, что такое живой, но это определяет, что такое живой работающий алгоритм. Он зависит от исполнителя. Скажем, если исполнителем искусственного интеллекта является компьютер, то вряд ли мы скажем, что искусственный интеллект живой. Правильно я понимаю, что если раскручивать эту функцию, то в конце концов, концов получится на фишкораде. Нет, на фишкораде тоже, это тоже исполняемая алгоритма. На фишкораде первичный режим. Кто сказал это? Нет, я так не говорю. А что мы сейчас с Вашей обсуждали на часах? Я же меня спрашиваю, что я завел вообще три сущности. И в чем разница между ними и каково соотношение между ними? Соотношение между ними, да. Иерархия, соотношение, структурное соотношение. Я попытался пояснить, я сказал, привел пример компьютерной аппликации, исполняем мой компьютер. А могла бы она исполняться человеком, в конце концов, человека, физиологического человека. Вот смотрите на меня, я физиологический человек. Вот каким можно быть. Работающий алгоритм, исполнительный, которого я являюсь исполнителем. Я сейчас думаю, что это происходит. Скажешь я? Я не буду отвечать на вопрос. Да, Маркарша. Маркарша. Это правильный вопрос. Не надо меня... Я не могу меня не понимать. Я пока что сказал, что если у работающего исполняемый алгоритм, исполнитель живой, то исполняемый алгоритм, что вот. А дальше, дальше. Нет, нет, нет. Подожди с кашью. Я же стал показывать на себя. Вот я физиологический человек. Про такую аудиторию говорили. С вами кашля, а не с вами. Кто является исполнителем алгоритмов? Да нет, кто не понял, алгоритм. Ты говоришь? Нет, не говорил. А что ты говоришь? Ну, кашля, кашля. Согласен, 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 согласен. Смотрите, а вы все-таки свобода воли, она... Играем? Играем. Есть две свободы воли. Есть свобода воли, которая вписана в алгоритм. Потому что мы же сказали, что в алгоритме, в котором есть текст первого Адама, написано, что он по образу и подобию Бога. А я полагаю, что одно из них, то ли образ, то ли подобие, это как рецепт. Но свобода, понимаете... Но есть еще одна свобода. Я думаю, что это классическое понимание. Очень хорошо. Подобие есть и свободное. Правда, здесь... Вы доволи понимаете... ... ... ... Нет. Здесь труднее, труднее, труднее. Это трудно очень. Представим себе алгоритм, который работает, скажем, в автомобиле, который... ... ... ... ... ... ... Вы можете запрограммировать в этом алгоритме... ... 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 запрограммировать, кого давить невозможно. Правда? Потому что мы не можем решить такую проблему раз и не всегда. А поэтому я говорю, что если у меня есть вот такой исполняемый алгоритм, то в случае вот такого выбора, который сам алгоритм решить не может, он должен обратиться к исполнитель. И это другая свобода. Исполнитель свободен другой свободой более высокого уровня. Это по всей видимости соответствует Нишмат Хаиму. Видимо, он отличается от живого. Если бы не было Нишмат Хаим, Ваиги, Адам, Нешмад Хаим, Нешмад Хаим, тогда человек ничем не отличался бы. Вот этот, по крайней мере, в том числе, не отличался бы ничем от живого. Он не отличается. Нишмат Хаим. Я попытаюсь сказать, что Нишмат Хаим возможно соответствует вот этому более высокому уровню свободы. В конце концов, если этот самый автомобиль видит перед собой вот такую страшную дилемму, конечно, человек не успеет ничего сказать. Но предположим, что человек тоже быстро соображает. Тогда этот алгоритм должен передать сейчас руль. Немедленно хватай руль. Ты решаешь. Твоя ответственность, кого задавить, а не моя. Это две свободы пострадали. На самом деле, искусство задает этих институтов. Для этого случая не может быть институтов. Но они там оберяют труду. Невозможно придумать это. Как? Есть свобода, которая не может обладать автомат. Я это и говорю. Я с вами согласен полностью. Я говорю, что они находятся в разных местах. Свобода, которая автомат, она в алгоритме. Она программируется. Это свобода. Ну, да. Смотрите, что такое свобода, которая программируется. У меня есть система ценностей, например. Если у меня передо мной стоит ценностный выбор, то это почти алгоритмическое решение. Я должен привыкнуть к вашей технологии. Для меня это только природа и личность, а не... Ценностная система это добора. Это ценностная система. Ценностная система не может быть алгоритма. Если у него есть такая система в тенге, то она может быть программируема. Дальше я могу поменять ценностную систему. Но это будет означать, что я поменяю собственный алгоритм. Этим, между прочим, человек отличается от животного. Этим отличается аппликация компьютерная от самого компьютера. Компьютер, ну, предположим, не может изменить собственный алгоритм. А аппликация компьютерная да может изменить самую себе. Условно говоря, я хочу сказать, что отличие человека от животного состоит в том, что выявляется алгоритмом. Забудьте про это. Ну, предположим, 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 предположим. Но что касается человека, животное, в котором алгоритм является встроенным, у него нет доступа к этому алгоритму. А у человека, который состоит из двух частей, принципиально независимых, они описаны два раза. И первая часть это алгоритм, который вот написан мне просто в Торе. Понятно, что его можно модифицировать. И человек в этом смысле отличается от животного, то, что он может модифицировать. Например, он может злодеем стать. Что это означает? Это значит переписать свой собственный алгоритм. Дерматолога? Дерматолога? Дерматолога, да. Который кожаной одеждой надевал. Он, пока он был вторым человеком, он был всего лишь на уровне нефишхая. А Юрий натянул на себя кожу. Не совсем. Не совсем. Он был не просто нефишхая. Он, может быть, вообще не был нефишхая. Скажем, он стал ли нефишхая? Если понимать, как я придумал это, он стал в качестве нефишхая. Я вам приведу еще примеры историй, в которых так ламят употребляется. Например, вагаялахэм лэ мокшин. Это ровно то же самое, что я говорил. Это не то же самое. Там явно указано для кого было лэ мокшин. Не для кого, а в качестве кого? В качестве кого? В качестве мокшина. Да, в качестве мокшина. Там явно указано для кого для вас. А есть история этой самой знаменитой от лица нашего делами. Там написано два раза, там это прекрасное место, я не помню. Там в одном месте написано, ангел говорит ему, я вышел, ле сатан, в одном месте ле сатан лох или леха, а в другом месте просто ле сатан. Я вышел, ле сатан, что это означает? В качестве сатана, а в другом месте, в той же самой истории, ле сатан леха, в качестве сатана для тебя. Это означает, что вот это самое для, то есть это обстоятельство, его можно опустить. Но если у вас есть предлог ламер, то либо подразумевается, значит, для кого это? Это нельзя обсуждать без текста. Почему? Я же привожу простой пример. Не простой. Бывают такие понятия, которые требуют прямого дополнения, обязательно, а бывают нет. Нет, для кого-то это непрямую. Ну, не важно. Ну, не важно. Не важно. Объект. Значит, то, что вы говорите, что нефишкая для кого-то, это поразительный хедушек. Нефишкая уже понятное определение, что это такое. А почему непонятно, нефишкая для кого-то? Непонятно. Для кого-то, потому что оно должно быть интегрировано. Живые твари не должны быть интегрированы. Они сразу состоят, уже цельный. Если бы было бы сказать нефишкая для кого-то, то это было бы повисло в воздухе. Оно повисло там, оно повисло до интеграции, до надевания кожных одежды. Оно висит, конечно, в воздухе. Нет еще с законченными одежды. Оно закончится, получится. Только в момент надевания кожных одежды. Нам нужно еще учиться и учиться настоящим обыдом. Вы нас озадачили. Вы достигли света. Это только одно вещь, что ли? Ну, скажите одно вещь. Определение живого. Еще с другим предметом, совершенно нет уронических. Но я скажу вам, живое есть способное видеть, способное видеть беспосредников. Ну, что ж бы ваш укрот дохлый сразу? Под видением, я имею в виду. Свою технологию. Посредник и да. Нет, видение это страшно важная вещь. Ведь Тора начинается с того, что сказал Бог, будет свет. А после этого сразу говорится. Первое, что делает Бог после этого. Ваяр лагим эдгаон. Он глядит на свет. Поэтому видение это вещь такая же важная, как свет. А после этого следует несколько видений. Ваяр лагим тутоб и так далее. Ваяр лагим эдгол ашер асан. Ваяр лагим тог. И, наконец, это 10 раз повторяет этот самый вояр. И, наконец, в следующий раз. Ты хочешь сказать, что нельзя было сказать вояр лагим до того, как он взялся? Дальше нет. Потому что видение прямо связано со светом. Но божественное видение, это не видение освященных вещей. У кого же божественное есть никак? Кто там видел? Кто видел? Кто видел? Бог видел. Бог видел. И, конечно, он видел все и до свет. Нет. Так не написано. Вот там написано. Дайте сказать, Арканш. Следующее за вот этим божественным видением идет видение человеческое. Именно. Она видит ровно то, что Бог вложил в это дерево. Ведь про него сказано, выделил он из земли именно деревья Тогла Махаль. Она ровно это и видит. И написано тем же самым глаголом. Так же точно Боярлоген Титов. То есть это то же самое видение. А теперь еще заметим, что это видение с закрытыми глазами. Потому что глаза пока что закрыты еще. Она видит с закрытыми глазами. Это означает, что она видит не в том свете. Почему глаза закрыты? Потому что Нахаш сказал ей, откройте ваши глаза. И это и произошло. Они съели и открылись их глаза. Конечно, там приходят комментаторы и говорят, ну это открылись в смысле хохма. Послушайте. Все-таки, ну так нельзя. Почему? Немножко различать между уровнями. Что такое пшату открыться в глаза? Поймете то, чего вы сейчас не понимаете. Вы ли закрытыми? Это не восприятие ответственного фамира. Глад, так все комментируют. Я не говорю пшату. Нет. Вы не обязаны идти по пшату. Вы обязаны сказать, что это не пшат. А я что, сказал, что это пшат? Конечно нет. Нет, не пшат. Пшат точно не так. Пшат? Хорошо. А, ну да. Ну так вот, я сказал, что живое – это способное видеть посредников. А посредники – это глаза и свет прежде всего. Потому что сегодня мы видим не сам свет, а мы видим освещенную. Ну так по вашему фотоэлементу – это вообще самое живое, что есть. А самое умное – это фототерпор. Нет, нет, нет. Фотограф. Фотограф сам. Фотоэлемент. 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 Его уберется в посреднике. Посредние дни у него является электронизмительное излучение. А человек в конечном счете… Ну, посмотрите. Зрение человеческое начинается… На одном деле. Можно? Да. Зрение человеческое начинается с тех оптических сенсоров, которые у нас в глазу спутят. Это сетчатка нашего глаза. На сетчатку нашего глаза попадает электронизмительное излучение, которое при помощи, эти самые клубочки и клубочки, превращают, грубо говоря, в электрические сигналы. Ну, да. После этого вступает в дело нервная система. По нервной системе распространяются эти электрические или химические сигналы, которые пространяются, достигая там в какой-то автоматической области, где-то у нас здесь вот показано. И все. После этого идет следующее, следующее, так сказать, изображение. Ну, нигде в нервной системе на пути распространения вот этих самых сигналов нет той картинки, которую мы видим. Мы же видим не сигналы электромагнитные, мы же видим картинку. Где она превратилась в картинку, вот эта матрица электрические сигналы? Нигде. Нигде. Это некоторое нефизическое превращение. Превращение физической матрицы в некоторой нефизическую картинку, понимаете? Вот это нефизическое видение, я его и называю способностью к такому видению, я называю жизнь. Живой видение способности к такому видению. А фотоэлемент не способен. Друзья.